Мир вам, братья и сёстры, и я сегодня благословен вместе с вами этим пением. Знаете, даже хотелось бы задать группе вопрос, кто у вас выбирал эти песни. Потому что есть такое понятие, старшему поколению может быть неизвестно, это понятие называется плейлист. То есть есть возможность песни выбрать и потом их прослушивать, сделать такой плейлист. Сегодня одна сестричка с нашей церкви пришла ко мне с магнитофоном, кассетный магнитофон говорит, что проблема, что-то не работает. И я, знаете, мне многому нужно было поработать, чтобы понять, в чём система этого кассетного магнитофона. И как она радовалась, когда кассета начала крутиться, и песни начали проворачиваться. И вот поэтому нам уже порой непонятны кассетные магнитофоны, бобинные магнитофоны, но сегодня нам понятно одно, что сегодня через эту музыку, песни, Бог прикасался к нам, и это было как елем благословением. Николай Михайлович любит говорить, что Володенька говорит, слово – это как хлебушек. Но хорошо, когда хлебушек запиваешь водичкой, то песни как раз – это как водичка. И вот это мне выражение очень понравилось, что сегодня и слово, и песни. Спасибо Богу за вас, за тех, кто выбирает такие красивые песни. Хочется снова прослушать. Буду ехать домой, прослушивая песни. И благодарю Бога за служение, что каждый раз появляются у нас на канале YouTube песни, и мы можем слышать исполнение, и красивое исполнение, тем более, когда стоят молодые ещё люди. Очень молодые, юные люди играют и поют. Слава Богу! Братья и сёстры, мы сейчас снова обратимся к Иисусу Христу, взгляд на Него. И есть одно желание, которое у Христа было на кресте, и я хотел бы обратить вас на это желание. Он что-то сказал на кресте. И это записано в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, в 28 стихе. «После того Иисус, зная, что уже всё совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду». Дальше написано, тут стоял сосуд, полный уксуса, воины, напоив уксусом губку и наложив на Исо, поднесли к устам его. Когда же Иисус кусил уксуса, сказал, совершилось, и склонив голову, предал дух. Мне хотелось бы заметить, что первая реакция людей, которые стояли, услышав вот этот возглас Иисуса Христа, жажду, это было дать Ему попить, дать Ему утолить эту жажду. И говорят, это кислое вино было, вот это уксус, это кислое вино. Не путали мы там с тем, что дурманит, давали какое-то питьё, которое дурманит человека, сознание притупляя его боль. И здесь кислое вино. Но я хотел бы заметить, что Иоанн, он очень, когда писал свою Евангелие, он писал его большего ударения, давал на духовные вещи. И если мы смотрим на эту жажду, на физическую жажду, и действительно пережив такие страдания, пережив и в какое время это происходило, крестная смерть, зная Израиль, климат Израиля, зная, сколько он шёл и нёс этот крест, то это, можно сказать, его желание, это было, желание Христа, это было, ну, свойственно для такого состояния, хотеть пить. Но я начал листать Евангелие от Марка, от Иоанна, от Луки, от Матфея, и я заметил, что другие евангелисты не написали этот возглас, жажду. Что-то хотел Иоанн, чтобы мы обратили внимание на желание Иисуса Христа, жажду. И мне хочется поговорить о другой жажде. Что Христос, вися на кресте, жаждал? Что могло быть Его жаждой? И зная Его встречу с Самарянкой, и ученики пришли, говорят, Рави, ешь. Он сказал, моя пища, моя пища, это творить волю пославшего Меня и совершать дело Его. То есть можно понять, что жажда Христа выражалась ещё в другом моменте. Жажда Христа выражалась в Его желании как бы вот обнять всех людей, вися на кресте распростёртыми руками. Он как бы хотел и жаждал спасения всех людей. И мы понимаем, что это согласуется с Словом Божьим, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому мне хотелось поговорить о жажде и о духовной жажде. И хотелось бы задать вопрос, а есть ли у нас эта жажда? А есть ли у нас это желание, сильное желание, чтобы люди в Минске, в нашем городе, люди в Беларуси, они достигали познания истины? Есть ли у нас такое желание, чтобы люди спасались в Беларуси? Есть ли у нас эта жажда? Знаете, это очень интересный вопрос. Меня недавно пригласили в город Пермь. Кто-то знает, что это Урал. Что-то Урал, что-то миллионный город, и меня пригласили туда выступить. Я хотел бы показать вам одну фотографию. То, что меня очень шокировало, можно сказать. Посмотрите, пожалуйста, на экран, первую фотографию. В Перми. Это дворец имени Ленина. Построенный в 1963 году в честь достижений советского народа. И жители Перми в освоении космоса, в освоении... Вот построили такой дворец имени Ленина. Колонн, говорят, там 12 колонн. Вот. И стоит памятник. Молодежь, знаете, кто это? Однажды у них спросили, они сказали, индейец. Я спросил, а с чего вы взяли? А его называли вождем, и он жил в шалаше. Вот. И у них такое понятие. Ну, это Владимир Ильич Ленин, и прикрыта его лысина вот здесь, прикрыта пролысина его. И в честь вот этого человека, вот дворец, построили дворец в Перми в честь достижения людей. Но обратили ли вы внимание на надпись, которая там написана? На дворце имени Ленина. С Рождеством Христовым. Знаете, там дальше вот табличка, памятник архитектуры, охраняется государством. И я хотел бы вам показать следующую фотографию. Что я делал во дворце имени Ленина? И вот так внутри выглядит этот зал. Несколько ярусов. Три служения было, три потока было с церкви Новый Завет. Было три потока, и я вот трех потоков, в каждом потоке играл и прославлял вместе с хористами, вместе с музыкантами, прославлял имя Иисуса Христа. И вы видите, в портьерах столько людей стоит. И говорят, численность церкви, там я в интернете нашел, что больше четырех тысяч. Но там, наверное, взяли соседние, ну я точно не знаю. Но я хочу сказать, три потока было. И мне говорят, что здесь когда-то, когда-то проходили собрания, где судили верующих в Иисуса Христа. И молодежь не знает, я родился 22 апреля. Как вы думаете, как меня зовут? Да, меня зовут Владимир, потому что меня назвали в честь вот того дядьки с лысиной на голове. И вот меня назвали, в тот день давали мальчикам имя, вот Владимир. И вот меня назвали в честь этого. И я стою на этом месте, на сцене, прославляю, поклоняюсь и пою песню еще, играю. Великие чудные дела твои, Господи Божий Вседержитель. Здесь судили верующих людей, здесь судили христиан, здесь давали им приговоры. Сейчас здесь проходит собрание церкви, прославляется имя Иисуса Христа, воспевается. Из 2006 года это здание находится в собственности церкви Новый Завет. Четыре миссионера с Украины, с под Кривого Рога, приехали в 1991 году проповедовать в Пермь Евангелие. Как вы думаете, у этих украинцев какое желание было, когда они приехали в Пермь, в Россию? Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Они страшно пережили. Они рассказывали об этом, какой ценой. Но на сегодняшний день церковь имеет собрание во дворце имени Ленина. Здесь проходит столько, 400 детей приходят в этот дворец, потому что администрация давала с условием, чтобы те кружки, которые проходили, они проходили дальше. И все дети того района, молодежь, которые участвуют в этом, они заходят в это здание, и у них есть возможность посетить церковь. Можно выключать уже. Знаете, к чему я хочу сказать? Насколько сильно наше желание. И вот жажда, слово жажду, это очень сильное желание. Если человек говорит, я жажду, меня мучает жажда, то это очень сильно. И знаете, я стою в этой церкви за кулисами, прославлял Бога, я стою, выходит проповедник, и говорят, что он приехал с такой страны, где-то Сингапура, что он пастор церкви, и человек также бизнесмен, миллионер. И вот я стою, у меня вот машина вчера сломалась, и она ломаться стала часто. И я так стою за кулисами, думаю, миллионер проповедует, говорит о Христе. Вот бы вот он подошел и сказал, брат Володя, благослови тебя Господь, на машину тебе. И знаете, я вот стою, вот такая у меня мысль, когда услышал, миллионер проповедует. А он говорит, знаете, однажды один человек, вот богатый человек, приехал в сельскую местность, и начал расспрашивать, чем они там занимаются, и спросил, а какая у вас нужда? И тот понимал, что рядом с ним богатый человек, и говорит, мне бы хотя бы трактор, трактор, чтобы вот обрабатывать. И он услышал и поехал дальше, приезжая в другую сельскую местность. Тот говорит, рассказывал о бизнесе, а потом рассказывает о своей нужде, и рассказывает, что мне нужен дом, вот бы дом иметь и трактор. Тот поехал дальше, в другой сельской местности человек говорит, о, говорит, мне нужно иметь вот столько денег на развитие бизнеса, мне нужен дом и трактор, мне нужен то-то, то-то. И он к секретарю своему появляет, говорит, дайте ему вот это все, дайте все, что ему нужно, выделите из моих средств. И секретарь вопрос, говорит, а чего же ты тогда там дом, там трактора не дал, там, говорит, знаешь, я, говорит, не такой, как-то он сказал, вот, ну, в общем, по мелочам как-то, мне хочется помогать тем, которые по-крупному хотят. И я так подумал, боже, я пришел к ему, думал, вот машину бы дал, а по идее, что-то я мало попросил-то, ну, знаете, и мы, и мы порой вот так, и он, и я стою за кулисами, он проповедует, а я каюсь, господи, то есть я, вот машина, что-то маленькое, материальное, а ты такой великий, а ты хочешь, что-то большего хочешь. И мы порой сконцентрированы на каких-то материальных вещах, на каких-то, вот у нас дом надо, машина надо, то-то, то-то, то-то. А Иисус висит на кресте, он говорит, жажду. Он хочет, чтобы люди спасались. И однажды в последний день праздника, был праздник, а евреи не умеют праздновать. И знаете, что во время праздника делают евреи? Они пьют вино. Но в последний день праздника, и Евангелие дал ударение, в последний день праздника, Иисус выходит и говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Знаете, я задумался вот так, и мы порой, вот я вспомнил, как я рассказывал всем историю, я там в Перми, за кулисами, я каялся и говорил, Господи, прости меня, что забываешь, что прежде всего нужно чего-то искать великого, большого, а потом все остальное, оно приложится. И может быть, и я вспомнил то, что я рассказывал людям, один человек шел по пустыне, и кажется, конца экрана нет у этой пустыни. И в этот момент он услышал голос, сейчас перед тобой появится Иисус Христос, прости у Него, что ты хочешь. И я всем людям всегда задавал один и тот же вопрос, что бы вы попросили в такой ситуации у Иисуса Христа? И все люди чаще всего первые говорили, ответ, пить, хочу пить. И я улыбаясь, говорю, знаете, что попросил тот человек? А он сказал, Иисус, будь со мной рядом. И если ты будешь со мной рядом, то у меня будет и пища, и питье, и ты выведешь меня с этой пустыни. Братья и сестры, мы порой до того мелочные бываем, до того, и помните, жизнь человека не зависит от чего? От изобилия. И есть люди, действительно, есть люди, которые имеют, и богатые люди. И мне довелось, вот, меня пригласили богатые люди, евреи, пригласили нашу команду поиграть у них на еврейский Новго, 5784 год сотворения мира. И нам пришлось ехать в Клайпиду и играть вот там. Собраны были богатые евреи. И мы играли с Борисом и Дельчиком, играли, пели и говорили, что могли говорить. И, знаете, я увидел богатых людей, я увидел, вот, как они умеют радоваться, праздновать Новый год. Но, знаете, когда мы заговорили, когда мы начали говорить, что-то произошло с этими людьми, они сели и начали слушать, задавать вопросы. Вы видели, как эти люди прощались. Потому что у нас что-то есть больше, у нас кто-то есть больше, кто может действительно утолить жажду людей. И, знаете, вот так и бывает, в одной церкви пастор ждал богатого человека. Есть нужды в церквях. Кому-то нужно... Когда я был в Америке, один в одной церкви мне сказали, Володя, ты откуда? С Белоруссии. А какая у вас, у тебя нужда? И я, ну, я рассказал о миссии, о служении. Они говорят, приезжают братья из Белоруссии, и вот такое чувство, что у вас дома молитвы без крыш стоят. Потому что, как приедет брат, какая у вас нужда на крышу, на крышу, на крышу. И говорит, что у вас дома молитвы без крыш? Вы улыбаетесь. А в Германии на меня говорят, смотришь на русского, а в глазах написано, дай 500 евро. Опять вы улыбаетесь, потому что этого с вами не было. Но мне чуть-чуть не смешно. Потому что, знаете, я заметил, вот один пастор тоже ждал богатого человека на собрание, что пришел. И вот он старался, я помню эту историю, она врезалась в мою память, старался так, чтобы все было хорошо, и в служении было, но он видел, когда начинается пение прославления, есть одна сестра, которая начинает эмоционально, радостно вот вести себя во время пения и прославления Иисуса. И, знаете, он подумал, может, это богатого человека смутит, и он начал молиться, «Господи, когда ты сегодня придешь в собрание, будешь Духом Святым наполнять людей, пройди мимо этой сестры, пожалуйста». Знаете, ну, когда началось пение прославления, началось Бога, то эта сестра начала выражать свои эмоции, и как вот она могла, выражала. И когда закончилось служение, он встал в дверях, ну, есть такая традиция в некоторых церквях, вот пастор становится, жмет руку, какие-то слова говорит, и выходит этот бизнесмен, он спрашивает, «Как вам у нас церковь понравилась?» Он говорит, «Знаешь, я был в разных церквях, разного уже видел, меня не удивишь, но вот эта сестра…» И он, «М-м-м-м-м». Он говорит, «Я готов все до последнего доллара отдать за то, что имеет эта сестра». Знаете, вот эта история меня коснулась. Мы даже порой не представляем, какую ценность имеет вот то, этот подарок Божий, дар Святого Духа, который в нас. И Суд говорит, «Кто жаждет, иди ко мне, покупайте бесплатные серебра, вино и молоко». Исайя однажды говорит, «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, которых нету серебра, идите, покупайте бесплатные серебра, вино и молоко». Зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб и трудовое свое, за то, что не насыщает? «Послушайте меня и будете вкушать благо земли, и душа ваша насытится». Знаете, я себя ловлю вот так. Я ловлю себя на том, что порой мы недоцениваем. В четверг я ехал по городу Минску, еду, думаю, приеду пораньше в пастырскую, зайду пораньше, снова увижу молодого братика, снова пожму ему руки, уже предвкушаю, зайду пораньше, не опоздав на служение, все, стою на Первомайской, только остановился, пропустил человека, слышал удар у меня кто-то и сразу понял, что сегодня я на служение не попаду, что сегодня мне нужно будет ждать ГАИ, и будет развиваться. И я в 22 часа только уехал с партизанского района, с управления внутренних дел партизанского района, в 22 часа. А я вас из собрания смотрел по телефону, ожидая ГАИ, которые мне периодически позванивали, говорили, вы там все нормально, движение не перекрыли, не загораживаете. Я говорю, нет, нет, ну скорее бы вы приехали уже. Я думал хоть на окончание. К чему я вам рассказываю? Знаете, когда испытываешь какие-то трудности, когда испытываешь переживания, когда жаждет тебя душа, я хочу прочитать 41-й псалом. Вот мне очень хочется обратиться к тем, которые понимают, о чем я говорю, кто сейчас смотрит трансляцию и хотел бы быть здесь. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Божья, жаждет душа моя к Богу крепкому и живому. Когда? Когда? Когда приду и явлюсь при лице Божьем. Вы не понимаете, какие вы счастливые, что можете сегодня сидеть в собрании, можете открывать свое сердце, слышать песни, пение музыкальное. Мне служитель говорит, ты заметил, как вот сыграл хорошо, вот бы отмотать назад. Вы не обращайте даже внимания, а мы порой обращаемся, сидим, как красиво можно играть на этом инструменте. Вы скажете, Владимир, о чем вы? О чем ты? Но знаете, вот и когда душа твоя жаждет, то ты взгляни вокруг, какая красота, что видишь ты. Вот какая красота. Братья и сестры, и я заметил, вот столько людей в Перми мне рассказали, Володя, творится что-то странное. Говорит, сейчас приходят на служение люди, на служение в эту Пермскую церковь, и говорят, мы спрашиваем, почему вы пришли? Говорят, мне нужна церковь. Люди начинают понимать, что им нужна церковь. Понимаете, людям Бог посылает такую жажду. Я пришел на утречную молитву в одну церковь, прибежал даже. После поездки в Владивосток я полюбил молиться в церкви по утрам. И я вижу, что в нашей церкви Гессимании есть люди, которые приходят раньше и полюбили эту молитву, являться предлицо Божье. И здесь сказано, слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? А где Бог наш? А он там, где двое или трое собираются, и они хотят пить из этого источника, хотят молиться за спасение людей, чтобы то, что Бог сделал в Перми, чтобы Он мог бы сделать и здесь, чтобы мы с вами собрались во дворце имени Ленина, чтобы мы стояли, поклонялись Господу Иисусу Христу. Думаете, это невозможно? Я был работал в музыкальной школе, начинал свою музыкальную деятельность в зале партийных собраний города Горки. У меня жена Горицкая. И в городе Горки я учил учеников своих, музыкальная школа так сложилась, что я проводил, учил учеников и поклонялся, и прославлял там, где были партийные собрания. И говорил об Иисусе Христе и молился за своих учеников прямо в этом. И один стал стипедиатом Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, а другая, белорусскомовная, стала отличницей у меня, как ученица по саксофону в музыкальной школе и в общеобразовательной на белорусской мове. Я понимаю, что когда ты молишься великому Богу, который изливает свои потоки, а знаете, на что Он изливает свои потоки и воды. Потоки Он наисокшие, а воды свои изливает на жаждущие. И мне хочется сказать, что сегодня Бог силен поменять много в нашем городе. Но готовы ли мы? Готовы ли мы к этому? Жаждем ли мы этого? Чтобы мы раньше пели в 90-х годах такую песню, «Скоро город изменится, люди будут ходить по улицам и говорить, знаешь ли ты, что Иисус Господь, Иисус есть Царь, Аллилуйя!» Уже такие песни не поем. Мы пели песни «Скоро, очень скоро мы увидим Господа». Мы пели песни «Скоро день тот придет, когда царь царей грядет, он придет и за тобой, чтобы взять тебя домой. Будешь ли готов тогда?» А мы пели еще «Скоро, скоро, скоро во славе Он придет, с севера, юга, востока, заката всех соберет». Такие песни пели, мы ожидали, и Бог давал нам в 90-х годах проповедовать, говорить, выходить на улицы, потому что мы верили в великого Бога, мы пели такие песни, мы ожидали Его, и Он начинал действовать. Знаете, я хочу Иисус на кресте говорить «жажду», жажду. А если у нас это жажда? И когда я читаю слова пророка Амоса, Амос однажды провозгласил, «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Есть такая песня, что «Скажут люди Слово Божье, пусть же вернется к нам». Знаете, здесь вот эта мысль, что Бог говорит, будет такое время, когда будет жажда у людей, жажда послушать Слово Божье. Люди будут ходить, молодые юноши, девицы, будет такое время жажды. Говорит, я пошлю жажду. И у меня вопрос, а может уже в твоей жизни вот этот голод? Может быть, ты хочешь услышать Слово Божье? Порой приходишь в церковь и выходишь в церкви, и как бы ничего не получил. и как бы выходишь голодный. Порой смотришь или слушаешь проповеди и перелистываешь этот Ютуб, перелистываешь свои плейлисты, и это тебя не насыщает. И ты видишь, что нету, нету того, нету Слова Божьего, нету того, чтобы наполнило тебя. И знаете, в Библии есть такая фраза, не упивайтесь вином. Вчера выхожу из своего подъезда и смотрю человек, который закидывает в почтовые ящики рекламную продукцию. И женщине хотел помочь. Она говорит, ничего, я справлюсь. Я говорю, вот такая сильная женщина, там, ребенка, и так, женщины такие бывают. Хотел ей помочь. И этот рекламщик говорит, ну, вот такие вот женщины, какой-то комплимент сказал, а потом говорит, я уже обошел сто кого-то домов в городе. И везде пьют, пьют, пьют и пьют. В подъездах пьют. И он мне делится, рассказывает, что происходит с людьми. Люди пьют. Мне жена сказала, одна жала, все, меняем квартиру, я устала. Вот пьяницы, пьют, дерутся, пьют, слышишь маты, ругань, пьют. Того человека, которого привозил, сейчас он в ЛТП. Не смог я его, все, что возможно сделать. В ЛТП попал парень. Сюда на собрание привозил, кажется, все, завтра буду. И знаете, не упивайтесь вином. Люди, у них есть эта жажда. У людей есть эта жажда, жажда по Богу. Это пустота, которая только Богом, не хлебом одним будет жить человек, всяким словом, исходящим из уст Божьих. И люди пытаются залить это вином. И, к сожалению, некоторые верующие люди обращаются к этому. Некоторые верующие люди дома попивают винца, попивают вино, устраивают себе хлебопреломление дома. Я помню, как первый раз покаялся, и мне мой друг говорит, выпей со мной. Мой сын родился, ты же говорил, что давай выпьем. Я говорю, не, я не пью, я хожу. А потом говорит, вы же там пьете, вспоминайте страдания Иисуса Христа. Да, выпей, вспомни. Ну, раз страдания, я вспомню. Я взял так раз и выпил. Вспомнил страдания с другом своим неверующим. В этот момент в мозгах сразу, ну что, согрешил? И я понял, кто это говорит. А другой, друг мне уже наливает водочки, говорит, так давай по второй. Первая прошла, вторую наливай. И знаете, я сказал тогда, в 93-м году, сказал, что больше никакого пива, никакого вина, никакой водочки, никаких вспоминаний вот таких за столом. Да не будет этого в моей жизни. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. И люди сегодня пьют, пьют, чтобы радость какую-то иметь. Но радость приходит от Духа Святого. Исполняйте Святого Духа. Братья и сестры, и может быть, кто-то вот сейчас понимает, о чем я говорю. Сегодня мне один написал человек из нашей церкви. И он мне написал и говорит, помолись за меня. Мне так. И он делится той болью, которая у него. Я молился за этого человека. И мы представляем порой, что сколько людей, которые вот, они испытывают вот этот голод. Они испытывают вот эту жажду по Богу. Но они не могут ее утолить. Потому что они не знают, как это сделать. Как это сделать. Я вам рассказывал про одну сестру, которая пригласила, пожелая, к своему брату прийти. Я прихожу к брату, как моему отцу лет. И потом узнаю, что у него болезнь Паркинсона. Этот человек прикован в постели. Можно сказать, за ним смотрит его супруга. И какого уж мое удивления было, что его дочка, она куратор в этой общественной организации, курировала работу общественных организаций. И вот она со мной разговаривала сверху вниз. И его супруга, она тоже начальница была в отделе социальной помощи населения. И знаете, я вам рассказывал о том, что этот человек, я уходил от него посвидетельствовавшись, помолившись. И он бросил мне, что я не тому молился. Я молился, не буду называть, кого он там молился, но он не молился Иисусу Христу и не Богу Отцу. Он молился определенным людям, определенным это. И он мне бросил, что столько я протратил времени впустую. И как бы он показывал, что он не тому молился, не оттуда надо было искать помощь и спасение. Знаете, прошло время, сейчас раздается мне звонок, его дочь говорит, Владимир, пожалуйста, приди, папа просит. Папа просит, приди. Мне, ему стало после этого хорошо, он хочет, чтобы ты пришел, несмотря на твою занятость. И я вот прибежал позавчера, прибегаю к нему, взял эту сестру нашу, тоже пришел, она общается с супругой, а я прихожу к этому человеку. И он, знаете, так, он с открытым ртом слушал, я ему говорю, говорю, он все слушает, 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 слушает. Но я так, знаете, вот мне надо постоянно к нему прибегать, чтобы он нас встречался, он радовался, все. И тут я задал ему вопрос, скажите, а у вас Библия есть? И он берет, показывает мне молитвослов. У меня только вот это, днями я читаю вот этот молитвослов. Я попробовал почитать, и мне тяжело читать. А каково этому человеку, больному Паркинсона, и вот пробовать читать то, что он, я понимаю, что он не понимает этого. Я говорю, а у вас Библия есть? И он зовет супругу, и где-то в глубине, там Дюма, там Островский, там Толстой, где-то в глубине, они достают Библию. Если вы видели, как лицо, глаза засияли, этого человека, он, положите сюда. Я посмотрел, она маленькими буквами, я говорю, надо вам найти, знаете, надо найти по большим, и он ничего не хочет. Он хочет читать Библию, у него такое желание. И я так подумал, братья и сестры, я, нам, мы видим людей, но мы не представляем, как люди вот голодные, как они, как они вот жаждут, чтобы вот этого хлеба, этого словесного молока, но ты понимаешь, что им нужно вот это слово, чтобы им нужно, чтобы они читали слово. А хочу задать вопрос, а читаешь ли ты это слово? Есть ли у тебя жажда и желание читать слово? Скажи, открываешь ли ты его в телефоне или печатную Библию? Есть ли у тебя это жажда читать слово твое? Получаешь ли ты что-то, когда ты читаешь это слово? Или питается ли тебя, что-то приходит в твою жизнь через чтение слова? Вопрос. Я сегодня пришел и встречаю людей на молитвах. Люди приходят на молитвы. Я сегодня слышал в пасторской, что один человек уже стремится на ночную молитву, и он хочет быть на ночной молитве. И люди приезжают издалека на ночную молитву. Вопрос. А есть ли у тебя желание как-то прийти пораньше или остаться после служения и помолиться? Есть ли у тебя это желание побыть с Богом в общении? Есть ли у тебя эта жажда? Знаете, я люблю напоминать этот пример. Сегодня собирали пожертвования. Собирали пожертвования. И один папа стоял с сыночком, и когда очередь дошла до папы, он взял мелочь, которая была, выбросил в пожертвование. И после, когда закончилось служение, выходит и бросает сыну такую фразу. Сынок, толком сегодня ничего не получил. Такое служение было. Толком ничего не получил сегодня. Вот кто-то вздохнул. Вот видите, утомил я его. Уже зевает. Громко прям. Заканчивай, Якубович. Хорошо, сейчас. И знаете, и вот он тоже толком ничего не получил. А сыночек посмотрел на папу и говорит, папа, а на сколько ты положил, на сколько ты получил? Знаете, дети порой нас учат. Мы хотим, чтобы Дух Святой действовал через проповедующих. Мы хотим, чтобы когда братья и сестры поют, Дух Святой действовал. Вопрос, а сколько мы молимся об этом? Мы хотим, чтобы люди каялись, спасались. Родственники наши. Знаете, я в некоторых церквях читаю записки, а там написано о спасении. О спасении. И люди постоянно пишут записки. Хочу, чтобы мои родственники спаслись. Сколько мы молимся? Я еду вчера, смотрю, парочка стоит, она красная. И я понял, почему она красная. И он такой, помятый жизнью. И я проезжаю мимо, внутри слышу, останавливайся. Я по тормозам. Эта парочка подбегают, садятся. Я говорю, что уже выпили? Они говорят, купили квартиру, замочили сейчас, вот замачиваю. И потом я им начинаю свидетельствовать. Они говорят, Владимир, мы уже тебя встречали, ты уже нам свидетельствовал, рассказывал. И знаете, что интересно? Я с ними начал говорить, а как вы живете? А как вы работаете? Почему у тебя такие руки? И он говорит, сами о ком работают, там, там. А я вот там, там. И они начали рассказывать о своей жизни. Я спросил, в каком селе вы живете? Я уклонился от маршрута, и я поехал в эту глубинку. Поехал в глубинку, провез к этому дому, который они купили и замачивают. Знаете, концовка. Концовка была, они говорят, Владимир, можно твой телефон? Мы скоро наведем здесь порядок, мы хотим пригласить тебя, чтобы ты осветил наш дом. Вы заулыбались. Знаете, а я подумал, вот люди молятся, я слышал на молитвах, молятся, Господь, увезки приди, приди, увезки. Увезки, Господь, приди, песни спевают, увезки приди. А кто пойдет увезки? Молимся ли мы, чтобы Бог выслал делать или увезки, где люди спеваются, где люди живут, и они рассказывают, вымирают, и все. И я посмотрел, в какой глубине, и не знал, что там эта везка есть. И я буду ждать этот звонок. Я поеду туда. Я хочу им рассказать в этом доме, а потом хочу собрать, чтобы они собрали всех. И Бог мне второй раз эту парочку посылает. Иисус висит на кресте и говорит, жажду. А есть ли у нас желание? Мы все говорим, что спивается Беларусь. Беларусь первое место. А есть ли у нас желание, чтобы этого не было? Чтобы Беларусь менялась? Чтобы жизнь белорусов менялась? Чтобы они не упивались вином, а исполнялись Духом Святым? Чтобы появилось это желание во дворце имени Ленина поклоняться и прославлять имени Иисуса Христа? Есть ли у тебя эта жажда? Народ Божий. Побыть в молитве, поговорить с Богом. Есть ли у тебя эта жажда? Я хочу сейчас пригласить тех людей, которые сейчас в таком сухом состоянии. У вас нет желания молиться. У вас нет желания поститься. Когда вы последний раз в посте были. У вас нет желания прийти пораньше или остаться после служения. Вы слушаете проповеди на Ютубе здесь, и оно вас не насыщает. Вы не получаете слова. Есть ли здесь люди, которые жаждут? Я хочу вас пригласить вперед. Я выйду с вами и буду говорить, как автор «Сыновья Кореевы, жаждет душа моя». И знаете, он говорит такие слова. Сыновья Кореевы, они говорят такие слова. 41-й Псалом. «Вспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с глазом радости и словословия празднующего сонда. Когда-то я приходил и радовался, и говорил, братья и сестры, приветствую, радуюсь, улыбаюсь, захожу, радуюсь. Сейчас порой некоторые выходят и нету радости, проходит мимо, нету желания поприветствовать, улыбнуться, благословить. А когда-то я заходил, радовался, славил. Мы видим в облике всех братьев Господь, образ прекрасный, мы видим в облике сестер своих. Когда-то мы пели такие песни. Я люблю церковь, люблю, Господь, твой дом, церковь из людей. А что произошло с нами? Бог говорит, я пошлю на эту землю голод, я пошлю на эту землю жажду, жажду слышания Слова Божьего, потому что только Его Слово, только Дух Святой может утолить жажду человека, только Он может, и Он и зальет потоки. Давайте все встанем. И кто хочет сегодня, кто хочет сегодня пережить вот этот момент, кто хочет освободиться от того, что Его сковывает от этой сухости в своей жизни, кто хочет, чтобы и Господь напоил водой живой. Иисус сказал, кто жаждет идти ко Мне, пройдите вперед, пройдите вперед, исповедуйте, скажите служителям, что нету желания молиться, нету желания читать Библию, нету желания уже порой приходить на служение, но хочу, чтобы Господь дал мне эту жажду по Нему и наполнил меня, исполнил меня Духа Святого в этот вечер. Молимся, братья и сестры.